Добрый день! С вами доктор Лена. Вообще-то я онколог, но сегодня мы с вами поговорим о питании, о питании онкологических пациентов. Что может вызвать у пациента похудание или отсутствие аппетита в принципе? Безусловно, рак. Даже если вы много едите, рак может мешать вашему организму усваивать все необходимые ему питательные вещества, ну, попросту говоря, питаться вами. По сути, это та же паразитарная инвазия. Второе – это лечение. Безусловно, такие методы, как химиотерапия, лучевая терапия, имеют побочные эффекты, из-за которых становится трудно есть. Например, эти методы могут вызывать тошноту, рвоту, язву во рту, усталость, сухость или явление мукозитов различной локализации. Боль. Боль, вызванная раком или лечением, может практически привести к потере аппетита. Когда что-то болит постоянно или очень интенсивно, о еде вспоминаешь последнюю очередь, это невероятный стресс для организма, человек совершенно не испытывает потребности в еде. А она, эта потребность, есть. И это как замкнутый круг. Сил становится все меньше, а они нужны для того, чтобы выдержать эту боль. Настроение. Настроение, чувство грусти, беспокойства может привести к потере аппетита. Мы, конечно, привыкли думать, что мы с вами сами себе крутые психологи, что совершенно нам не нужна психологическая помощь, никакой депрессии у нас нет. Но если вам так кажется, а еще и есть не хочется, то вам точно нужна психологическая помощь, а иногда и психотерапевтическая помощь. Это не стыдно, это нормально. И правильно просить помощи у специалистов, а не ныть подружкину жилетку или мужу или маме. Нужна артиллерия посерьезней. А вообще-то мое глубокое убеждение, что как специалистам с большим стажем, врачам-онкологам, с онкопациентами должен рядом идти за руку практически психолог и присутствовать в жизни почти каждого пациента. С кем-то на протяжении всей терапии, а с кем-то только в начале. Почему важно есть достаточно? Очень важно достаточно кушать, чтобы оставаться как можно более здоровым и сильным. Это банальные слова, но так и есть. Достаточное количество пищи и жидкости также придает вам больше энергии и поможет в целом чувствовать себя лучше. Я не советую, конечно, обжираться и покупать тортики и булки со словами, ну так если не сейчас, то когда я болею, мне можно, мне нужны положительные эмоции и стрелять глазами в сторону гор шоколадных оберток. Нет, это не наш путь, ребята. Так вот, какие продукты помогают поддерживать вес? Если вы его действительно теряете и не можете набрать, а надо набрать. Употребление в пищу продуктов с большим количеством калорий и белков поможет поддержать ваш вес. И вот некоторые примеры таких продуктов. Во-первых, это густые супы, супы на мясных бульонах, молоко, молочные коктейли, сыр, пудинги и смузи. Вкуснятина, правда? Напитки с пищевыми добавками из-за разряда лечебное питание. Поскольку мы не рекламируем никакие товары, я не называю марки, но эти названия существуют и вы можете у своего врача уточнить. Следующая порция продуктов. Яйца, курица, нежирное красное мясо. Это индейка, кролик, телятина, постная свинина и рыба. Йогурт и мороженое, арахисовое масло, орехи, сухофрукты и батончики, мюсли. Ну, это же прекрасно, все это вкусно. И самое главное, что вы можете сами себе помогать. Врач помогает вам лечением, вы сами себе помогаете правильным питанием. Показано 5-6 небольших приемов пищи в день вместо трех больших, если вы пытаетесь набрать вес. Ешьте полезные закуски между приемами пищи, когда вы чувствуете голод. Добавляйте в пищу сливочное масло, орехи, подливки, сухое молоко, протеиновые порошки и сливки, чтобы получить больше калорий белка. Пейте жидкость между приемами пищи, чайни во время еды, чтобы набрать жидкость в желудок и почувствовать насыщение раньше положенного калоража. Ешьте продукты с приятным запахом и добавляйте в пищу специи и пряные травы. Ешьте с семьей или друзьями, покупайте заранее приготовленные продукты и готовьте еду заранее, с замороженными и не ешьте никаких продуктов из фастфуда и прочей ерунды. Просите кого-то готовить для вас, если вы не можете сами, если вам трудно стоять или переносить запахи. Совершайте небольшую прогулку примерно за час до еды, чтобы улучшить аппетит. Чтобы избежать изжоги, после приема пищи не ложитесь отдохнуть, а немного пройдитесь. Спросите своего врача, следует ли вам принимать витамины или поработать со специалистом по питанию, нутрициологом или диетологом. Витамины и биодобавки можно принимать онкопациентам. Нет никаких запретов. Витамины не вырастет вам рак. Это абсолютная непреложная истина и мы забываем про этот миф. Витамины онкопациентам можно при любой стадии, на фоне любого лечения, в ремиссии, всегда. Я не скажу вам фирмы, я не скажу вам, какие витамины и сколько принимать. Это все делается и назначается на очных приемах. Можно даже проводить телеконсультации, но я хочу вам сказать, что вы должны знать и развенчивать мифы среди таких же, как вы, онкопациентов. Я напомню вам, что в клинике, где я работаю и консультирую, клиника называется Медтехнологи АО К 31 Сити. Мы принимаем пациентов не только на лечение платно, но и по ОМС. Для этого вам нужно иметь направление 057 формы, в которой будет указано название нашей клиники и направление должно быть на лечение, на госпитализацию. Лечим мы пациентов с немосковскими полисами по шести болезней. Эти шесть нозологий следующие. Рак молочной железы, рак кишки, рак почки, рак простаты, рак легкого и меланома. Если вы испытываете на фоне химиотерапии сухость во рту и вам хочется все время пить, не стесняйтесь, пейте. А также используйте постоянно какой-то перекус. Леденцы, семечки, леденцы лучше без сахара, орешки, небольшие крекеры для того, чтобы вырабатывалось больше слюны и вам будет легче. Если у вас появились язвы во рту, ешьте мягкую пищу, которую возможно легко разжевать и глотнуть. Избегайте острой и соленой пищи, раздражающей либо слизистой ротовой полости, либо другие слизистые. Также можно использовать густой мед, лучше всего с сотами и воском. Он прекрасно заживляет раны во рту. И принимайте прополис, если, конечно, у вас нет аллергии. Рекомендации по дозам мы не даем, поэтому вы обращаетесь к своим врачам, они уточнят вам, как это использовать. Безусловно, при всех побочных реакциях есть и лекарственные советы, но про них мы обязательно поговорим в следующий раз. Если у вас тошнота, тоже могут помочь небольшие перекусы. Кому-то помогает вода с лимоном, кому-то помогают просто какие-то небольшие сосательные конфеты, мятные или соки. То, что может отвлечь вас от вот этого ощущения тошноты. Существуют, конечно, препараты, которые назначают доктора. И опять же, мы сегодня про это не говорим. Сегодня только про еду. Вы также можете есть продукты с большим содержанием клетчатки, такие как овощи, фрукты, бобы, орехи, овсян, крупы и некоторые виды хлеба. Обязательно кушайте много зелени. А также каждое утро натощак рекомендовано выпивать ложку любого растительного масла, какое вам нравится или от которого у вас не тошнит. Также можете за полчаса до масла выпивать стакан теплой воды с лимоном или с ромашкой, чтобы ополоснуть кишечник, так как, в общем-то, потом его нужно будет смазать маслом. Все пройдет гладко и результативно, и ваши кишечные дела будут в порядке. Если же наоборот у вас диарея, постарайтесь пить много жидкости для того, чтобы организм не терял воду. Старайтесь избегать молока, жирной пищи и продуктов с большим содержанием клетчатки. Существуют различные солевые растворы, которые продаются в аптеке, и они восполняют необходимые потребности в микроэлементах и полезных веществах. Когда вам следует позвонить своему врачу и в каких случаях даже вызвать скорую? Если вы не удерживаете пищу или воду в желудке, не можете проглотить, сразу происходит рвота, и это опасно, потому что вы не питаетесь, с этим нужно будет срочно справляться вместе с врачом. Если есть сильная боль в животе, острая, не купируемая никакими лекарствами, срочно к врачу. Если есть головокружение и слабость, когда не получается самостоятельно себя обслуживать и нет совершенно сил, чтобы дойти до туалета. Если есть лихорадка выше 38 градусов и неоднократно повышение температуры. Есть ли лекарства, которые могут повысить ваш аппетит? Да, такие лекарства существуют. Врачи могут назначить вам такие лекарства. Например, это гормональные препараты. Стероиды стоит принимать все-таки с осторожностью и под контролем и разрешением врача, ибо ряд этих лекарств вызывает некоторые побочные эффекты. Например, на желудок может измениться кожа, может измениться фигура. Нужно очень внимательно относиться к тому, что снятие этой терапии должно быть постепенным. Существуют ли другие методы лечения, которые могут помочь, если у пациента нет аппетита или он теряет вес? Да, существуют. Люди, которые не могут есть самостоятельно, но чьи тела могут переваривать пищу, как бы это странно ни звучало, могут получать кормление через зонт. Иногда это единственная возможность покушать для человека. Люди, которые получают такое питание, должны все-таки получать еще и дополнительную нутриционную поддержку специальным лечебным питанием, которое продается в аптеках. Почему важно правильно питаться? Очень важно поддерживать свой организм в рабочем состоянии и не изнашивать его. Ряд продуктов, которые считаются полезными, о которых мы уже говорили, это фрукты, овощи, различные злаки и прочее, помогают избежать определенного ряда сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают количество инсультов, также уменьшается количество пациентов с ожирением, а ожирение, как мы с вами знаем, это все-таки риск развития рака. Очень важно использовать продукты с клетчаткой. Они также помогут справиться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с инсультами, с диабетом второго типа. И продукты, которые богаты клетчаткой, вам всем известны, это овощи, фрукты, бобы, орехи, овсянка, цельнозерновой хлеб и крупы. Вы можете узнать, сколько содержится клетчатки в пище, прочитав этикетку с питанием. Врачи рекомендуют ежедневно употреблять от 25 до 36 граммов клетчатки. Теперь продукты с фолиевой кислотой. Фолиевая кислота – это витамин, а вы помните, да, что онкологическим пациентам можно витамины. Так вот, этот витамин важен не только для беременных, которым он помогает, например, исключить врожденные дефекты у ребенка. Любой пациент, который потенциально может забеременеть, он может являться и онкологическим пациентом в прошлом, потому что наша онкология идет вперед, и ряд моих пациентов уже стали счастливыми родителями, и это очень хорошо. Так вот, фолиевую кислоту можно и нужно принимать. Ряд продуктов содержит фолиевую кислоту. Это хлопья для завтрака, апельсины и апельсиновый сок, это листовые зеленые овощи. Продукты с кальцием и витамином D полезны не только младенцам и детям, но и взрослым, а также пациентам, у которых есть онкологические заболевания. Взрослым необходим кальций только в том случае, если он понижен. Для того, чтобы начать прием кальция, нужно сделать биохимический анализ и посмотреть содержание кальция. Просто так для профилактики пить кальций не нужно. Это нужно делать для профилактики только в пожилом возрасте, для того, чтобы избежать остеопороза, состояние, при котором кости становятся тонкими и ломкими, и могут случаться переломы. Витамин D, которого недостаточно в наших российских широтах, ни при каких обстоятельствах не нужно избегать приема витамина D, тем более, если вы сделали анализ, и он показывает низкое значение. Существует ряд исследований, которые подтвердили, что пациенты, у которых был низкий витамин D, чаще заболевают раком молочной железы. Это было ретроспективное исследование, и в целом очень часто пациенты, которые постфактум имеют заболевание рак молочной железы, отмечали, что у них был низкий витамин D. Для того, чтобы назначать витамин D, нужно знать его уровень, поэтому доза всегда выбирается индивидуально. Продукты с белком. Белок помогает вашим мышцам оставаться сильными. К здоровым продуктам относятся продукты с высоким содержанием белка, такие как курица, рыба, яйца, бобы, орехи, соевые продукты. Красное мясо также содержит много белка, но содержит еще и вредные для здоровья жиры. Теперь про посты вегетарианцев и прочие странности, которые я ни в коем случае не осуждаю, если вы здоровы и не находитесь на сложном лечении, например, противоопухолевым. Итак, строго запрещены посты, всякие ограничения животного белка и прочих полезных штук. На этот счет у нас с вами индульгенция от всех родов войск, в смысле всех конфессий. У нас с вами договоренность, если что, валите на меня. Я договорюсь с вашими имамами, раввинами и священниками. Некоторые специалисты рекомендуют средиземноморскую диету. И это решительно правильные рекомендации. Мамма мамия. Это подразумевает употребление в пищу большого количества фруктов, овощей, орехов, цельнозерновых продуктов и оливкового масла. Эта диета также включает в себя рыбу, птиц и молочные продукты, но и немного красного мяса. Такой способ питания может улучшить ваше общее состояние здоровья и снизить риск побочных заболеваний, например, инсультов, ожирения и прочих неприятностей, которые могут способствовать развитию онкологии. Чтобы придерживаться здоровой диеты, есть некоторые вещи, о которых следует избегать или ограничивать. Это, например, трансжиры, которые особенно вредны для вашего здоровья. Они содержатся в маргарине и некоторых покупных хлебоболочных изделиях, например, тортиках и булках. Это зло. Трансжиры могут повысить уровень холестерина, увеличить риск сердечных заболеваний. Ну и просто вы поправитесь элементарно. Вам следует избегать продуктов с такими жирами, но правильные жиры, полезные, существуют. И они, кстати, могут помочь похудеть, как ни странно. Если вы понимаете, о чем я говорю, я говорю именно про интервальное голодание. Это тип полиненасыщенных жиров, содержащихся в рыбе, которые очень полезны для здоровья. Они могут снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и как следствие рака. Принимать омегу-3 не только полезно для организма, но и для красоты в особенности полезно, если вы понимаете, о чем я, дамочки. Когда вы готовите, лучше всего использовать масла с более здоровыми жирами. Например, всякие там оливковые, льняное и прочее. Сахар. Чтобы иметь здоровую диету, важно сахар ограничивать. Ребята, никакого сахара. Забыли. Все. Никаких сладостей и прочей ерунды. Рафинированные зерна содержатся в белом хлебе, белом рисе. В большинстве видов макаронных изделий это тоже вредно. Цельнозерновые продукты, такие как хлеб цельнозерновой, коричневый рис содержат больше клетчатки и полезнее для вашего здоровья, чем очищенный белый рис. Сахар ну очень вреден. Я, конечно, сомневаюсь, что от одной маленькой конфетки в день будет великий вред, если уж вы не можете сдержаться. Но если вы можете воздержаться от приема сладкого, я буду с вами гордиться. Миф о том, что рак любит сахар, увы, кажется очень красивым, но не подтверждается исследованиями. Зато сахар отвратительно влияет на сосуды и они от него словно ржавчиной покрываются. Представляете себе каждый раз эту картину, когда будете тянуться за сладостями? Отказ от сахаросодержащих напитков, газированных, энергетиков также поможет улучшить ваше здоровье, ибо это чистый сахар, да еще со всякими там красителями и неприятными добавками. Теперь про красное мясо. Исследования показали, что употребление большого количества красного мяса может увеличить риск определенных проблем со здоровьем, включая болезни сердца и рак. Вам следует ограничивать потребление красного мяса. Что имеется в виду под словом красное мясо? Это всякие колбасы, копченые мясные изделия, сосиски, сардельки, простите, но шашлыки и прочие вкусные вещи. Я все понимаю, но, увы, ограничиваю. Решительные категорически. Только чуточку разрешаю на праздники. Ну и из предыдущего пункта возникает резонный следующий вопрос. Можно ли употреблять алкоголь в рамках здорового питания? Вообще-то, как бы нет. Но у людей, которые пьют небольшое количество алкоголя, ну, каждый день, а лучше реже, меньше шансов заболеть, например, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вспоминаем академика Чазова с его советами про коньячок. Но употребление алкоголя может привести к проблемам, например, с печенью. Некоторые виды рака чаще возникают, если женщина часто употребляет алкоголь. У женщин даже один напиток в день может увеличить риск развития рака груди. Прошли исследования, и это доказано, увы. Это не из воздуха взята информация. К этому нужно прислушиваться. У мужчин чуть больше разрешено употребление алкоголя, поскольку есть разница в расщеплении по времени у мужчин и у женщин. Очень важно, чтобы доза была умеренная и не приводила к интоксикации организма. Постепенное увеличение потребности употребляемого алкоголя с каждым днем говорит о том, что проблема наркологического плана назревает, и стоит либо самостоятельно остановиться, либо прибегнуть к помощи специалиста. Это не стыдно, это важно. Умеренность и качество – вот наши с вами спасения. Сколько калорий нужно употреблять каждый день? Безусловно, это все индивидуально. Существуют различные калькуляторы специальные, которые высчитывают индексы массы тела и рассчитывают потребности конкретного человека в калориях. Об этом обязательно нужно поговорить с вашим врачом, с онкологом или с диетологом. И обсудить это – это не скучно, это интересно – питаться правильно. Просто нужно смотреть передачи с Никитой Полудой. Вопрос интервального голодания онкопациентов. Он постоянно возникает у пациентов, и они присылают мне вопросы в директ моего инстаграма. «Доктор Лена, посоветуйте, как быть? Хочется похудеть? Интервальное голодание? Как вы относитесь? А если я на химии? А если я на таргетной терапии или на гормонотерапии?» Так вот, я этот вопрос изучила и знаю не понаслышке, поскольку сама я окунулась в мир интервального голодания и являюсь любителем этой истории. Просто это подошло мне, не факт, что это поможет вам. Можно попробовать, это не вредно. Это интересная история, потому что она объясняется очень логичными ситуациями и состояниями организма. Для пациентов на лучевом лечении уже есть доказанная эффективность от интервального голодания. Были проведены исследования. Если вы стремитесь нормализовать вес после лечения, или на фоне лучевой терапии, смело можете прибегнуть к любому виду интервального голодания, выбирать вам в любом временном интервале, либо это 6 часов вы кушаете, 18 не кушаете, либо 8, 16, либо 4, 20, уже каждый выбирает сам. Полностью не есть нельзя больше одного дня в неделю. Точка. Никаких длительных голоданий для лечения рака официальная медицина не приемлет. Забыли про этот чудовищный миф длительного голодания. В период интервального голодания важно соблюдать полезность вашего питания. Если вы едите 2 раза в день, это не значит, что вы все 6 часов подряд едите. Вы едите только через 6 часов. Вот вы поели и через 6 часов второй раз поели. Никаких перекусов, никаких батончиков или выпить кофейку можно, а все остальное нельзя. Ни одной конфетки нельзя. Вы должны понять, что это действительно серьезная самодисциплина. И если вы готовы пойти на это, то, пожалуйста, одним словом, кушайте вкусно. Будьте здоровы, как физически, так и ментально. Без перекосов, пожалуйста. С вами была доктор Лена. Мы встретимся с вами в инстаграме, если у вас есть вопросы. Оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. До свидания. С вами был Игорь Негода.